День Победы В 34 года своего героя нашел орден славы. Вручали его накануне. Правда, уже не самому ветерану, а его детям. История страны складывается из историй отдельных семей, отдельных людей, которые внесли свой великий вклад. Иван Афанасьевич Бармин родился в 1925 году в селе Краснополянское Байкаловского района. На фронт ушел в 43-м. Воевал на Карельском фронте, на 3-м украинском, ленинградском. Потом ранения, госпиталь, демобилизация. Еще при жизни мой тесть говорил, что были представлены к наградам, к орденам высоким на фронте. Но по каким-то причинам, то ли бои шли оборонительно, или вскоре был ранен тяжело на одном из фронтов. Значит, документы где-то все затиралось и не нашлось. И он по этому поводу как бы сильно переживал, что прошло 47 лет, он ждал, что на День Победы все вот-вот, вот-вот, и так не дождался. В 1991 году Ивана Афанасьевича не стало. Однако история его на этом не закончилась. В 2006 году случайно в Свердловских архивах знакомая краевед нашла наградные листы на имя Ивана Бармина. Награды действительно были, но не вручены. Родственники разыскали и документы, в которых описаны заслуги Ивана Бармина. Атака финнов была отбита. Наши защищались. Финские захватчики отступили, оставив на поле боя оружие и убитых солдат, в том числе офицера. В этом бою гвардии Красноармейц Бармин уничтожил уже до 10 финнов. Гвардии Красноармейц Бармин достойны награды Красной Звезды. Позже в архивах нашлись и другие документы, где говорилось о том, что Иван Афанасьевич Бармин награжден Орденом Отечества Первой степени и Орденом Славы Третьей степени. Отметок о вручении наград нет. И он, видно, проговаривался тоже мужикам своим, что они-то идут, там у кого медали, у кого что вроде. Ну, вроде ты, дед, как воевал, то ничего у тебя нет. Он говорит, а есть у меня, но увидите, когда-нибудь получу. И переживал по этому поводу, потому что они подкалывали очень остро, ну, как солдатский юмор. И вот спустя 74 года удостоверению Ордена Славы Третьей степени накануне 9 мая получит его дочь Мария Ивановна. Хотелось, чтобы внуки знали, что такой прадед был, какой он подвиг совершил. Я-то рада, что вручат, но жаль, что не ему. Бармен Иван Афанасьевич награжден Орденом Славы Третьей степени приказом командира 99-й гвардейской стрелковой дивизии от 10 августа 1944 года номер 017. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С 2013 года нашим военным комиссариатам было вручено 11 удостоверений к наградам родственникам ветеранов, которых уже нет в живых. Сегодня все чаще ирбичане стали интересоваться историей своей семьи и подвигами своих родственников. Вся подробная информация есть в интернете. В Министерстве обороны Российской Федерации проведена большая работа по оцифровке архивных документов времен Великой Отечественной войны. И были созданы интернет-порталы ОБД «Мемориал» и «Память народа», на которых можно найти информацию об участниках Великой Отечественной войны. Там достаточно забить фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения и может выйти вся информация, что где воевал, кем был награжден. Никто не забыт, ничто не забыто. Этот лозунг не должен быть пустым звуком. Пусть на том свете герой знает, что он не забыт. Что спустя 74 года награды нашли пусть не его, но его детей. И 9 мая портрет Ивана Бармина вновь пронесут его родственники в бессмертном полку. Ивана Бармина – обладателя Ордена Славы Третьей Степени за заслуги перед Отечеством. Анастасия Махнашина, Евгений Присижнюк, Николай Коростелев, НТС «РБИТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова